Сегодня в Доме правительства республики состоялось очередное 42-е пленарное заседание Народного собрания Карачаева Черкесии. Социально значимые проекты стали важной частью в принятии поправок. Альбина Ламкова расскажет подробнее. На заседании парламентариями было рассмотрено 22 вопроса. Одним из социально важных на повестке дня стала реализация проекта закона о внесении изменений использования регионального материнского капитала. Распоряжение будет реализовано путем упрощения процедуры по использованию услуги. При этих поправках, которые внес наш коллега Муслах Абалиевич Экзеков, снимаются сроки, во-первых. Во-вторых, расширяется перечень, упрощается. Можно теперь использовать для проведения газа жилые только помещения, чтобы правильно поняли, для оказания платных медицинских услуг и так далее. Еще на заседании народными депутатами был принят закон о внесении изменений о правах пациента в республике. Хасан Хубиев отметил безусловную социальную значимость в рассмотрении и реализации предлагаемых им поправок. При этом сказав, что важно, когда родитель занят только здоровьем своего ребенка, не тратя свои силы на бытовые проблемы. 1 января 2023 года при госпитализации ребенка в стационаре предусматривать спальное место для одного из родителей ребенка и питания или любого из членов семьи или законного представителя ребенка. Были предложены на заседании изменения закона о налоговых льготах. В этом вопросе основная разработка документов была продиктована поддержанием организаций и предприятий, пострадавших в нынешних условиях. «Первое у нас было предоставление освобождения от уплаты льгот для газопоставляющих организаций, которые создают свое оборудование новое, начиная с 1 января, ставят его на учет. И это оборудование участвует в догазификации». Представленные организации будут освобождены до 2025 года от уплаты налога. Компании, осуществляющие свою деятельность в телекоммуникациях, тоже к ним относятся. Также Вадим Камышан отметил, что республиканский бюджет с увеличением доходов и расходов уже сформирован, и на 70% он социально ориентирован. В нем предусмотрена индексация заработной платы и поддержание ее уровня у отдельных категорий работников в бюджетной сфере. Средняя сумма оплаты на будущий год будет составлять 25 тысяч рублей. «У нас предусмотрена индексация медикаментов, стоимости медикаментов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг бюджетными организациями на 9%. Также у нас будут созданы резервы в части реализации мероприятий по поддержке экономики в настоящих условиях». На заседании рассмотрели вопросы о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим. Закрепили за ними определенный перечень льгот.